МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Одним из предприятий, рабочие которого, как и многие другие их земляки и соотечественники, с первых же дней войны горячо откликнулись на призыв о Родине, дать отпор врагу, стали рабочие Куйбышевского завода имени Масленького. Десятки рабочих, которые работали в его цехах до войны, ушли защищать Родину. А на их место пришли вчерашние школьницы, которые еще долго боялись свиста и скрежета заводских цехов, но каждое утро бесстрашно входили в эти цеха, ставшие их фронтом. Косые, светлые, венком, под платком ищится. Настя месяц за станком, а станка боится. Тыл и фронт – это неразрывное целое. В этом наша сила и залог нашей победы. Так начала свое письмо в газету «Волжская коммуна» работница завода имени Масленького, комсомолка Нина Таранова. Ярким примером этого могут послужить многие славные традиции, сложившиеся за годы войны на заводах, которые шествуют над воинскими подразделениями. А я хочу рассказать вам о нашем заводе, о его замечательной дружбе с подшефной гвардейской дивизией. В прошлом году областной комитет партии оказал большое доверие заводу имени Масленького, поручив нам шество над дивизией, которая обороняла подступы к Сталинграду. От завода была выбрана делегация из рабочих и работниц, которая отправилась на фронт с подарками бойцам. В этой делегации посчастливилось быть и мне. Прибыли мы в дивизию, которая стояла под Сталинградом 10 октября и были приняты всеми без исключения, а с большой теплотой и радостью. Первый вечер мы провели в землянке командира дивизии. Беседа затянулась до глубокой ночи, а землянка просто не могла вместить всех желающих встретиться с нами. Потом мы посетили очень многие подразделения дивизии. Были в землянках, в окопах, в санбате у раненых и везде нас встречали как родных. Бойцы с большим интересом расспрашивали нас о заводе и о нашей жизни в тылу. Рассказывали о себе, о том, что они увидели и испытали там, на войне. А когда мы вернулись домой, мы рассказали заводчанам обо всем, что увидели и передали им адреса офицеров и бойцов, с которыми у нас уже завязалась теплая переписка. Боеприпасы – это наш завод Масленникова. Ему было отдано несколько предприятий в филиалы, плюс его партнер в Чапаевске, который производил взрывчатку. Вот они вместе создавали обычные снаряды, реактивные снаряды, в том числе и для самолетов, ну и различную другую аналогичную продукцию с боеприпасами. Ну а так, по моим подсчетам, в городе, не в области, а только в городе, вот это вот самые последние мои данные, 190 предприятий во время войны в Куйбышеве. Я учитываю все. Там артели, там артели, например, инвалидов, которые делали картонные изделия, но это все все равно работало. То ли рубероидный завод, который помимо крыш, это сейчас мягкая кровля, выпускал картонные коробки для противопехотных мин. Их не фиксировали эти миноискатели. Трудящиеся города Куйбышева и Куйбышевской области. Наша героическая Красная Армия дерется с врагом на фронте и уже освободила от немецких захватчиков сотни городов и тысячи населенных пунктов. Поможем нашим братьям и сестрам, освобожденным из немецкой неволи, восстановить разрушенное фашистами народное хозяйство. С таким призывом обратились в ноябрьские дни 1943 года к трудящимся Куйбышевской области газеты. Эти призывы были услышаны рабочими области. Коллектив Куйбышевского завода пищевых концентратов взял на себя обязательство завершить годовой план к октябрьской годовщине и выполнил данное им обязательство к 31 октября. Причем октябрьский план был перевыполнен на 40%. Один только цех овощных концентратов, пущенный совсем недавно, а за короткий срок дал более 300 тысяч порций. Не ударил лицом в грязь и коллектив Куйбышевского горпищкомбината, выполнивший месячную норму на 111%. А ведущий цех этого предприятия, кулинарный, выполнил октябрьскую норму на 249%. Комбинат приступил к массовому выпуску изделий из кабачков и сахарной свеклы. Каждый рабочий день, каждая минута приближали нас к победе над врагом. Это хорошо понимали и рабочие Куйбышевской ГРЭС, коллектив которой перевыполнил октябрьский план по выработке электроэнергии на 3,2%. А план по выработке тепловой энергии свыше чем на 50%. Куйбышевские энергетики хорошо знали, что от их труда зависит успех в работе и многих других предприятий города. Пищевики, кабельщики, швейники и многие другие зависели от света и тепла, которые вырабатывались на Куйбышевской ГРЭС. Энергетики знали это и работали не за страх, а за совесть. Как только касаешься какой-то темы, конечно, документов сохранилось очень мало. Вот мы плотно работаем с заводами нашими, да, и фактически вот такую интересную вещь они рассказывали. Фактически вот инструментария даже, инструментов не сохранилось, потому что как только закончилась война, и на наши заводы, получившие высокий статус и поддержку государственную, пошли средства, стало закупаться новое оборудование, все это было фактически выброшено, ну, ушло из производственной базы, и, соответственно, с этим расстались, да. Дневники люди не вели, да. То есть вот все это приходится, там, допустим, интересная история на Кузнецове, да. У них в годы войны появилась оранжерея, в которой росли не только там овощи, и был фруктовый сад яблоневый, но и цветы сажали, да, и это было параллельно, ну, с разворачиванием завода. Какие-то такие вещи, но свидетельств, которые можно было бы подтвердить документально, их очень немного. Поэтому вот факт документ, такого мы себе как журналисты не всегда можем, и пиар-специалисты не всегда можем позволить. Но есть какие-то источники, свидетельства, потому что начинаешь копать даже вот там, когда, в каком часу там состоялась премьера Седьмой симфонии, это тоже вопрос, да. Поэтому нераскрытых фактов при всей очевидности событий очень много. А мы возвращаемся на Куйбышевскую ГРЭС, коллектив электроцеха, который обязался в октябрьские дни 1943 года смонтировать направляющие части вентиляторов и уже закончил монтаж трансформатора. Старший мастер завода товарищ Айзенштадт и бригада монтеров, бригадира товарища Мусорина прекрасно знают свое дело. Писали в эти дни газетные передовицы. И нет никакого сомнения в том, что взятые на себя обязательства они сумеют выполнить качественно и в срок. И за каждой буквой этих передовиц стояли труд и настойчивость людей, которые верили в победу, приближали ее своим трудом и хотели жить другой, мирной жизнью. Настойчивость и желание победить врага стояли и за каждым трудовым успехом турбинного цеха, который закончил ремонт охладителя воздушной смеси. Работы велись под руководством известного стахановца ГРЭС товарища Елымчева при участии слесаря Шатунова и электросварщика Одинокого. Октябрь 43-го явился переломным и для многих других предприятий города Куйбышева. Впервые не только преодолел свое отставание, но и перевыполнил норму коллектив кабельного завода. А работницы кордельного отделения этого предприятия, работая с небывалым подъемом, выполнили норму на 45% сверхплана. Изо дня в день и от одного месяца к другому росли производственные вказатели и куйбышевских подшипниковцев, которые сумели с тем же количеством рабочих увеличить объемы производства вдвое. Но не успокоились и на этом. Запуск же собственной подстанции в 1943 году позволил ГПЗ еще успешнее помогать Красной Армии. Ни один двигатель, ни одна ось с колесами не будет вращаться в технике без шарикоподшипников. Вот стоит у нас, например, полуторка. Четыре колеса, четыре подшипника. Внутри двигателя масса подшипников для работы валов. Внутри вала подшипники. То есть без подшипников ни один танк, ни один трактор, ни одна автомобильная единица не поедет. Не полетят самолеты, не поедут поезда, не повезут их локомотивы. Все связано с подшипниками. Поэтому недооценивать эту продукцию невозможно. Но, опять же, исходя из вот этой яркости представления людей о событиях, шарикоподшипники уходят на второй план. Что такое шарикоподшипники? Не воспринимается значимость этой продукции, а она очень высока. Десятки и сотни куйбышевцев трудились в годы войны на предприятиях, отслаженной работы которых зависело и то, какими будут наши успехи на фронте. Получат ли бойцы вовремя боеприпасы и технику, теплые вещи и паек. Имена некоторых из этих тружеников можно было встретить в газетных передовицах. Но имена сотен и тысяч других так и остались неизвестными и были поглощены волнами истории. По инициативе токаря Соловченко писала в 1943 году газета «Волжская коммуна» на Куйбышевском судоремонтном заводе широко развернута работа по ремонту оборудования во внеурочное время. Так, в литейном цехе товарищ Парамонов ремонтирует кран, а в кузнеечном цехе бригада товарища Моисеева изготавливает инструменты для зимнего судоремонта. В эти работы включились также инженерные и руководящие работники завода. Так, конструктор товарищ Паринов ремонтирует лебедку, а запкома товарищ Вдовин взял на себя обязательство самостоятельно отремонтировать трактор. Почин товарища Соловченко, отмечалось в газете, был одобрен и на бюро Дзержинского райкома ВКПБ. Бюро райкома постановило ознакомить с письмом товарища Соловченко другие предприятия Куйбышева и популяризировать его опыт среди рабочих. Настя – токарь за станком. Как ей не гордиться? Косые, светлые, венком под платком ищится. С вами был Михаил Перебелкин.